Друзья, всем салам, добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас в гостях Салим Джураев, рад тебя видеть, давно не виделись, давно не виделись. Сегодня мы потренируемся, пообщаемся, надеюсь, вам будет интересно. Салим сегодня настоял, чтобы мы тренировались по его программе, поэтому мы сегодня покачаем груз-трицепс и пообщаемся и хорошо проведем время. Поэтому оставайтесь с нами, следите за нами. Приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями. А мы начинаем. Да, разминка это ни одним, ни часть. Перед тренировочкой, особенно старым, как мне. Сколько тебе сейчас? Уже 40 лет. На пенсию потерял? Красавчик. 40 лет. Эхей. Позавидовать мне. 40 лет так выглядит, дай бог каждому. Бывает у тебя такое, что вроде вот хочешь более-менее полегче потренироваться, когда в кураж походишь, и все, и тебя прет, а потом уже чувствуешь, что ты где-то уже немножко потянул. У меня такое бывает, и поэтому сегодня начнем с изолированного упражнения. Хорошо. Начнем с бабочки, да? Сегодня мы начинаем с бабочки. Так, я никогда не начинал с бабочки. Сегодня первый раз. Буду по ходу пес рассказывать свои ощущения. Смелая как молодая. Федонжеры хорошие, они бьют туда, куда надо. Сейчас ставишь это упражнение первым, да, чтобы растянуть хорошенечко связки? Да. Именно передних дель, да, плечевые суставы, да, Баля? Я сейчас стал все равно более к себе аккуратно относиться, чтобы меньше травм получать, потому что сам понимаешь, когда ты выступаешь, у тебя есть цели, ты здесь заряженный, скажем так, и ты ничего не чувствуешь, по идее. Когда ты уже, у тебя цели нету, там, выступать, поддерживаешь просто форму, стараешься правильно питаться, уже нет тех компонентов, которые мы используем, поэтому хочется... Уже чисто поддерживать форму, здоровье, да? Да. Уже нет цели стать больше, мощнее и так далее. Нет. Что больше, нужно больше есть. Во! Да. 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 Ну и так. Есть бислый� – нарежим. Ура! Сколько здесь подхода будем делать? 10%. Шесть. А еще парочку сделаем. О, да. Сегодня я иду за Салимом. Сегодня Салим будет тренировать меня. Ну и ты после штата хорошую форму набрал, ну чуть-чуть. Там в режим нашел, просто пришел, продолжим. Так хорошо растягивает. Да, очень. Ладно, целый до конца. Бум. 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 Еще один подкоп. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хороший. Раз, два, три, четыре, машина. Хороший пошел. Как я понимаю, первое упражнение мы закончили. Да. Сейчас сделаем сразу переход на следующее упражнение. Можешь спустить на одну? Нет, вот это какой вверх. Сейчас больше на передель пойдет. Хороший гантель. Сколько раз? Десять? Десять. 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 Самый гант. Десять. Десять. Недавно видят фотографии. То ли видел, то ли выставляли. Кто-то. Где ты? Молодой. Мы так тесно с тобой во сколько когда познакомились? В 2013 году, да? Когда ты готовился. Это были мои вторые соревнования в Зарушане мы выступали. Да, тогда меня еще не знал. Все думали, что я какой-то в зазначности человек с проформой. Помнишь? Да, да, да. Рассказывай. Когда мы познакомились, ты удивился, правильно? Да. Вот. И обычный спортсмен. Потихонечку двигались, дружили. Хорошие были соревнования. Правда, жестоко с нами поступали на сцене с Нураевым. Но мне эти соревнования хорошо запомнились. Очень много спортсменов. Тех уже нету, да, по-моему? Уже никто не готовится. Из старых практически никто не выступал. Понял, да? У Мид Хусанов был тогда. Мид Хусанов, да. Нет, старый. Карим, Бабаев. Да, да, Карим был. Тоже, да, это он не выступает. Ну, новичков много стало. Там Нураев. Нет, честно сказать, в целом бодибилдинг у нас хорошо развился. Поднялись молодцы, ребята стараются. Мы сделали большой вклад в развитие. Ну да, мы для этого много что сделали. Со скольки лет ты начал заниматься бодибилдингом? Ну, во сколько я? В 13 лет я уже читал энциклопедию Арнольда Шварснеггера. Я помню в ЦУМе за дорого, я не помню сколько это стоило. Мама мне купила энциклопедию первую в ЦУМе. Потом в Москве тоже привезла мне как подарок. Я очень радую, что у меня много. Вот 4 тома было, 4 энциклопедии. Правда, я потом раздал всем. Ну и так не вернулось мне ничего. Моя книга тоже так же. Да, я много чего там узнал интересного. Кроме тренировки и вообще мышцы. Там описание анатомии, физиологии, как построение всего тела. В принципе, я уже в 13 лет я что-то изучал. 13 лет ты начал заниматься. А во сколько лет выступил первый раз? Первый раз я выступил в 2007 году. Это мне было 20... Посчитаем. Какого года ты? 84-го. 84-го. Получается мне 22 года, да? 16 плюс 7, 23, да? 23 года, да. Настоял на этом Антон Перов. Мы тоже так познакомились. Вот. Выступил. Следом... А, я познакомился с Сашей. Первый. Я с Антоном познакомился так, а мне больше понравился Сахаров. У него подход был интересный. Я на него смотрел там, не знаю, вечно там влюбленными глазами, честно. Ну, я первый раз вживую видел бодибилдеров. На тот момент я был 75 кг. Со мной выступал и у МИД, и Дмитрий Вдовин, который врач. Вот. Ну, начало было интересное. Какое место было с первого соревнования? Второе место. Второе место на первом соревновании. В десятом, по-моему, году. Нет, в девятом. Да, в девятом году. Вот. И выступил семикратным чемпионом, непобедимым Александром Сахаровым. Вот. Я тогда взял... А Сахаров был в отличной форме, я помню. Да. Вот я тогда взял... Это был мой первый выход на первое место. Но я не останавливался. Я каждый год выступал. Я по два раза, по три раза выступал. Куда там нам не говорили, где... Даже в клубе мы выступали, я помню. Вот. Потом мы самые первые полетели на чемпионат Азии. Это был я, Антон Перов. Вот. Мы первые увидели настоящих билдеров. Чему-то там у них получились. Посмотрели, как они делают загрузку. У нас же информации тогда не было. Препараты тоже какие-то мы непонятные. Не знаем откуда чего было. Приходило. Пили, ели. Как могли, так готовились. Ну, ничего. Опыт. Зато сейчас ребята уже более опытные. И то иногда не хотят учиться. Вот. Честно сказать, мне очень часто пишут молодые ребята. 18, 17, 19 лет. Сейчас тенденция пошла. Я извиняюсь. А кем укол к самому бороду? А пять лет назад? А кем вам протеи заражили ум? Вот так, да, вопрос ставить? Я говорю, вот. Вы ставьте молодым, да, объясняю? Вы ставьте для себя цель. Для чего вам? Чтобы в маечке красиво летом ходить? Либо вам нужно здоровье и красивое тело. Они не хотят, не хотят не слушать, не читать, не изучать. Просто вот. Думаешь, что я с какой-то волшебный уколчик, который сделал? Да. Уколол, таблетку выпил. Можно даже не тренироваться. Пожрал, поспал, вышел и ты качок. Не. Было бы если бы так, каждый бы смотрел. Мы здесь главное режимим, пашем, тренируемся до потери пульса, а они хотят пить таблетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Хорошо. Иногда, ну вот, время прошло там, лечение, операция и так далее. Смотришь назад фотографии, старые фотографии. Часто я выставляю, да, мы где вместе с тобой. Хочется какую-то былую форму. Это заряжает для тренировки. Ну, понимаешь, когда уже у тебя есть другие приоритеты в жизни. Работа, бизнес, дети и так далее. Хочется, но, понимаешь, опять через что нужно пройти, чтобы нам такую форму сделать, выступить. Не, у меня до сих пор есть желание, честно сказать, мне уже 40 лет. В принципе, у нас категории 40 есть, да. Я думаю, вот сейчас полностью, если я восстановлюсь, восстановлюсь, вот, я думаю, что для себя просто, для Узбекистана можно. Я все равно стараюсь, даже своих клиентов гоняю, да, есть результат. Я кайфую от этого. Я как кровопийц. Честно, вот, результат. Ну, я сразу, когда беру клиента, я сразу ее сближаю с собой, стараюсь объяснить. Ты пришел тренироваться? Ну, это из проформы, меня все знают, как я тренирую. Я могу матом, да, я без матом ору, там, это, разницы нету. Кто ты, статус какой у тебя. Ты пошел на тренировку, ты занимаешь мое время. Ты за это платишь, ты приехал. Я не считаю чьи-то деньги, но я стараюсь, чтобы это приносил какую-то пользу. Да, вот, приехал, если ты пришел тусоваться, извини, там, вон там чайхана есть, там клуб есть, можешь там тусоваться. А мое время зачем? Есть люди, которые пытаются ко мне попасть, я им не отказываю, я говорю, у меня времени. Ну, реально бывает такое, что времени нет. Индивидуально хотят тренироваться, у меня не получается. Ну, я как-то стараюсь, я вижу, что ты хочешь тренироваться, и я помогаю. Бывало, я их допоздна оставался, вот, они были у меня там, муж с женой, они по времени у них вот только после восьми. Ну, я согласился, потому что, поговоря с ними, они меня убедили, что они хотят результат. Молодые. И я тогда зажегся. Если человек хочет результат, я помогу. Не из-за денег. Я говорю, если не хотите тренироваться, я сам вам заплачу, только не приходите и все. Зачем мне тратить мое время и нервы. Понятно. И так, друзья, если хотите реальный результат, вы настроены на результат, записывайтесь на тренировку с Алимом Джираймом, и он вам устроит настоящие тренировки. Тайханский. 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 Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорош. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вось. Девять. Отлично. Какая у тебя была самая значимая победа в бодибилдинге? Ну, первое, конечно, это было, когда я в 2009 выиграл, честно, но для меня это запомнилось. Ну, как бы, и мы же дружили с Ахаром, вот, и до сих пор общаемся. Ну, для меня был это самый такой титул, как бы, семь лет его никто не выигрывал, как бы. Как бы мы не дружили, но спорт – это спорт, да, как бы. Победил своего кумира, да, можно сказать? Да, да. Мне он нравился, у него на то время, ну, такая фигура была интересная, красивая. Ни на кого не похожа. Вот. Ну, ему сколько? Уже 50. Но он до сих пор старается держаться в форме. Он молодец. Вот. Ну, давай. Ты сразу 50 за? А? Ты сразу 50 за? А, 40? Дельский сад, что ли? Давай, давай. Давай попробуем. Еба, еба. Аккуратней. Хорошо. Раз. Два. Хорошо. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Девять. Еще раз. Отлично. Я вот думаю, брать мне это, не брать мне это. Надо ли мне это, не надо ли мне это. Давай! Давай! Ну ладно, гулять так гулять. Ты мощный, сильный. Опа-на. Два. Три. Четыре. Пять. Молодец. Шесть. Пять. 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 Гантелями сто лет не работал. Да. Ну у меня травма старая. У нас такой был гость Хазрет, он жимовик. Ну кто помнит эту ситуацию, я не знаю, он что вспомнит. Он меня таскал по жиму. Так как у меня плечи и руки большие, они же одевают майки жимовые. На меня никогда не залезало. Вот. Ну короче он меня тренировал. Я 180, он довел голову 180 просто в спящем режиме. И тогда мы сделали 230 килограмм на раз. Ребята были, стояли. Он ставил такие дощечки. Каждый раз убирал. Знаешь, такой есть у них прием. Ниже, ниже. А мы туда опускаем. Короче он меня так учил. Я сделал разок. Поставил. Тот же ребята скинули вес. Я сделал 190 на 4. И скинули вес до 100. Я сделал 20 раз. 20 повторений. После чего я не заметил как у меня плечо, ну серьезную травму получил. Потому что я уже был после соревнований, после сушки. Я все равно старался преодолеть свое эго скажем так. Повернули. Это тоже иногда плохо. Ты перешел на гантели именно за то, что ты когда-то получил травму именно со штангой, да? Я два месяца, я не мог даже 2 килограмма гантели поднять. Я всегда говорю всем, что все травмы из-за больших весов. Поэтому за большими весами не гонитесь. Геморрой, протрузии, грижи, подобные травмы плеч, локтей, колен. Все исходит из больших весов. Поэтому цель в зале потренироваться, закачать максимум кровь в мышцы, наполнить их и получить как можно больше микронадрывов. Достигнуть гипертрофии в мышцах. Если мы этого достигаем в зале, то соответственно, когда мы отдыхаем, мышцы восстанавливаются и растут. Хочу напомнить, сегодня остальным Джураев тренирует меня. Сегодня мы тренируемся по его программе. Для меня это совсем необычно, для меня это все новое. Но интересно, я всегда люблю экспериментировать. Поэтому в будущем, наверное, я буду тоже с другими спортсменами тренироваться по их программе. Потому что разнообразие всегда хорошо. Я не считал. Четыре, пять, пятнадцать. Такое ощущение, что дельками работают, нет? Нет, нет, нет. Но они напрягаются, да? Да, да. На верхней. Очень хорошо. Просто ты вот так сел, провалился. Я тебе говорю, вот жопу прижми сюда. Тогда будет все. По твоему тренажеру. Мне всегда удивляла твоя техница в выполнении упражнений. Любой. То, что быстро? Да, как Ронни Колман. Добавляет был? А? Добавляет был. Еще по пятнадцать? Да. Добавляем два по десять и дропсет. Хорошо. Вот. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. О, сейчас интересно. Бразя, вопрос тебе. Топ-3 бодибилдера по версии Салим Джирайо. Шваш Снеггер нравился. И нравится. Потому что они тренировались жестко. Честно сказать, жестко пахали. Ронни Колман. Ронни Колман. Дориан Яцик. Дориан Яцик. Вот. Ну и все, топ-3 получился у нас. Топ-3, да. Такие. Вот они конкретно пахали. Мы же наблюдаем, как они пошли. Сейчас бодибилдеры стали больше работать на оборудовании. Заметим? Да. Меньше базы. Бережут себя, берут свои суставы. Не хотят быть похожими, как, допустим, на Ронни Корма. Надо впоследствии, чтобы не привели к этому как-то оберегатель. Плюс, разнообраз тренажеров сейчас очень большой. В их время не было такого изобилия тренажеров. Джей Катлер тоже неплохой. Красавчик. У нас один из самых лучших. Декстер Джексон. Декстер Джексон это был красавчик. Такой реально красавчик. Никогда я не видел, чтобы он в межсезоне заплывал так сильно, как некоторые. Он всегда держался в форме. Ну и почему он так долго продержался вообще в карьере? Он никогда не хотел быть большим. Он не стремился за объемами. Вот у него 100 кг, 105 кг. Всегда он вес пытался держать. Не гнался за весами. И никто не знал, как он питался. За последние два года много было смертей. То есть молодые бодибилдеры умирали. Но обычные люди, кто не понимает, они винят во всем стероиды. Нет, стероиды ни в чем не виноваты, по идее. Если ты грамотно употребляешь, если ты профессиональный бодибилдер, у тебя есть врачи, просто нужно вовремя где-то посмотреть, где и что может быть тромбообразоваться. Потому что стероиды они приводят в сгущение крови, образование тромбов, расширение вен и так далее. Но многие бодибилдеры, я заметил, за два года молодые хорошие спортсмены, которые уже выходят в топ, получают какие-то деньги. Они к чему-то стремились, чтобы заработать, чтобы прославиться. И в тот раз умирают многие. Кто-то из энергетиков. Действительно, энергетики есть, которые сейчас идут в запрет. Действительно, они кому-либо не подходят. Я для себя, мне тоже не подходили много энергетики. Помнишь, раньше были джек. Многие препараты, вот эти добавки, мне не подходили, у меня скачало давление. Я приостанавливал тренировку, потому что я заряжаюсь, в принципе, от того, что я делаю. Но какой-нибудь немножко энергетик, какой-то кофеин, чтобы всплеск был. Памп был, аргинин там был. Из всех этих энергетиков мне больше подходил памп. Дорин Яц, да, по-моему, он был раньше. Сейчас такого нету, да? Ну вот, поэтому нужно быть осторожным с этими добавками. Читать надо много изучать. Поэтому я всем говорю, изучайте. Много приносят добавку. Это БЦА. 25 долларов. Ну, зайди ты хотя бы в интернет. На Алиэкспресс, как Амазон. Ну, 25 долларов даже и в Америке не продают. Да, да. Вот, понимаешь, вот здесь у нас проблемы. Ну, у нас, да, переизбыток сейчас тоже разного спортивного питания. Многие из них в подделке оригинальной качественной продукции очень мало. Да. Потому что завозят все с Дубая, с Казахстана. Друзья, Салим хочет сказать то, что фармакология, она вредна. Но если ее использовать правильно, грамотно, то можно обойти все вот эти побочные эффекты. Хочу добавить от себя. Я не сторонник фармакологии. Не советую вам употреблять фармакологию. Потому что фармакология только для профессиональных спортсменов. Если вы не собираетесь выступать на соревнованиях, то вообще не приближайтесь. Потому что рано или поздно побочные эффекты дадут о себе знать. Это тоже такая большая наука. Это уже отдельная история. Если вы хотите грамотно правильно фармить, делайте это со специалистами. И тогда вы максимально минимизируете побочные эффекты и не навредите своему здоровью. А если вы хотите быть стройным, красивым и здоровым, тренируйтесь с спортивным питанием, тогда вы останетесь здоровым и далеко пойдете. На курсе вы наберете временную форму. Вы временно надуетесь, но вечно на курсе сидеть не будете. Когда вы приостановитесь в фармакологию курс, вы сдуетесь в два раза меньше. Потому что гормональный сбой будет. У вас тестостерон упадет ниже нормы. И вы станете еще меньше. А форма, которую вы набрали, полностью уйдет. И вам придется, как наркоман, обратно возвращаться к курсу и постоянно садиться на какие-то определенные препараты, чтобы быть всегда в форме. А тело – это накопительный эффект. Все, что вы будете употреблять, в 20-35 лет даст о себе знать. Поэтому к фармакологии лучше не подходить. Лучше натурально наберите одинаковую форму, придите к этому застою. И будьте всегда вот в этой форме максимально, которую вы набрали. И всегда будете выглядеть здоровым, одинаковым и счастливым. Потому что у вас все будет работать правильно, как часы. Вы не будете испытывать какой-то дискомфорт, который дает последствия после приема стероидов. Поэтому стероиды дают временный эффект. После его прекращения у вас будет очень большой гормональный сбой, который со временем будет очень тяжело привести. У кого-то на восстанавливание собственного тестостерона уходит полгода, у кого-то год, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то пять. А у кого-то вообще не восстанавливает, если у него генетическая предрасположенность к низкому тестостерону. Поэтому фармакологии – шутки плохие. Я никому не советую, тем более, если вы не собираетесь выступать. Но если вы собираетесь выступать, конечно, чтобы быть со всеми наравне и играть по их правилам, вы должны будете употреблять. Иначе вы там просто не победите. Поэтому выбор сюда за вами, подходите ко всему с головой, и тогда у вас все будет хорошо. А чтобы не остывать, я буду продолжать. Наверное, я уже много говорю, но пока есть какие-то мысли, пытаюсь их высказать. Высказать, да. Десять? Десять и дробься. Бум. Я говорю, уже сушка на маликина была за мной, бывает. Ну, сушка – слово, да, я им объясняю, что это слово очень страшное. Другое, да. Они путают, да, вот они сейчас у всех на языке сушка. Приходят люди, взрослые, мы хотим подсушиться. Что значит подсушиться? Мы знаем, что такое сушка. Это, можно сказать, ад. Что мы переносим? Нервный срыв. Постоянно ты в стрессе, не знаешь, поел уже от еды, потому что у нас однобразные. Яйца, рыба, рис и так далее. Никакого там соли, ничего нет такого. Ты не спишь, потому что нервничаешь. Где-то не усмотрел с водой, там у тебя заболело, там бы. Это сушка. Реальная сушка. А то, что они хотят, я не знаю, похудеть. И сушка – это вообще разные вещи, да. Похудеть можно там, сесть на правильное питание. На диету садиться не надо, потому что на диете сидят больные люди. Правильно вообще? Врачи прописывают диету, там, пюре, там, сосиску. Хотя сосиски – это тоже вредно, да. Поэтому я хочу сказать, что люди не путали. Обычные люди, которые не достигли ничего, ни мышцы нету, ничего. Сушка – слово они должны, ну, как бы, забыть. Ну, у многих понятия сушка – это рельеф. Масса – это объем. Вот так вот люди это понимают. На самом деле, да, сушка – это очень такое углубленное понятие. Сушку используют только профессиональные спортсмены, которые готовятся на соревнования. Вопрос еще, брат, у тебя сколько детей сейчас? Я знаю, это многодетный отец. Четверо. Четверо, да. Хотел бы ты, чтобы твои дети были профессиональными бодибилдерами? Ну, я сам бы не хотел. Если, конечно, мне сын придет и скажет, я хочу быть бодибилдером, я ему помогу. Ну, у меня старший сын приходил, тренировался. Сейчас он полностью ушел в учебу, в работу. Но у меня средний сын заинтересовался. Сейчас потеплеет, хочет он приходить в зал, там что-то таскать гантели, учиться, что-то приседать. Ну, он мне сам намекнул, скажем так. Я всегда рад своим детям. Если что-то им нравится, фитнес им нравится, я помогу. А если захотел стать профессиональным бодибилдером, ты не против? Конечно, я не против. Понятненько. Ну, уже зато я, если они этот путь выберут, я уже как опытный спортсмен, я уже смогу подкорректировать, чтобы они где-то не сделали ошибок, как я. Ну, потому что у тебя уже богатый опыт. То, что ты достиг за 20 лет, наверное, застынет за 10 лет. Да. Благодаря твоему богатому опыту. Да. Что дальше по тренировке? Ну, вот я умрую сделать брусья. Let's kill. И красавица. Да, брусья, мне нравится. Поехали. Брусья и красавица. Мы не помешаем. Не считал. Пять. Сейчас, пятнадцать, да. Сразу брусья. Ёба. Три. Четыре. Один. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Хороший подход. СТУК В ДВЕРЬ А это вот переворачивать, да? Да, 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 чтобы растянуть немножко спинку, у кого грижа протрует, здесь есть. Да, да. Хороший тренажер. Хороший тренировок, когда именно нагрузка на поясницу происходит. Себе тоже хочу. Хороший тренажер, да, нужен. Вот брат, тебе еще вопросик, ты меня затронил такую тему, как о возвращении на сцену. Задумаешься ли ты вернуться на сцену и что должно произойти, чтобы фанаты, друзья увидели тебя снова на сцене. Ну, я не знаю, что должно применить. Ну, я не знаю, как на этот вопрос ответить. Ничего не должно произойти, я просто должен захотеть уже на сто процентов подготовить форму, поставить цель, как и раньше, чтобы мне ничего не мешало. Бывали моменты, когда какие-то стрессы, какие-то домашние проблемы, бывает, правильно? Вот, что-то мешает. Сейчас мне ничего не мешает. У меня есть много времени. Я, например, когда есть время, я иду учиться. Я английский, вот, на английский, на барабаны и себе ел. Да, классно хобби. То есть, у меня есть время посвятить лично себе. Есть цель какая-нибудь? Сейчас что-нибудь разглядываешь, какое-нибудь соревнование ближайшее? Не, ну я только в Узбекистане хочу выступить. У нас, да? Ну, пока, да. Так чисто для себя, для кайфа, да? Да, да, да. Я сколько раз выступал для кайфа, ты помнишь? Да. Я помню, когда мы были как организаторы. Я тоже это много раз вспоминал. Как соревнования начинают, я всегда следил, чтобы все было в порядок, если ты помнишь. Ставил ребят, наблюдал за всеми. Но у меня пару раз такое было, что проходит отборочный тур. Приходит на сцену, да? Я пару раз выходил. Прямо так? Да, 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 я помню. Я своим ребятам, ну, то судьям говорил. Я говорю, у меня есть время, мне нужно побриться и больше ничего. Форма всегда была. Да я помню один раз, меня в Довин, мы стояли, они пришли как гости смотреть. Я стоял за кулисами, это был отборочный тур, по-моему, то ли 16, то ли 17 год, я не помню. Через 20 минут я уехал, побрился, приехал, меня ребята покрасили, и я уже выступил. Настолько сильно ты любишь это дело, то, что находя за кулисами, видя, что там происходит, ты загораешься и прям в моменте можешь взять и выступить. Да, без разницы. Ну, это, наверное, любовь к своему делу, да? Это, наверное, тебе заряжает, это такие эмоции, то, что... Я пару раз, я говорю, я так выступал. Пару раз, я, ну, то есть я стараюсь круглый год всегда держать себя в форме, да? Я не объедаюсь, я слежу за питанием, и до сих пор я слежу. Где-то я могу что-то себе позволить, но стараюсь, я работаю, от души работаю, да? Пашу там, кардио и там еще что-то там, например. Ну, форму я всегда придерживаюсь, если ты видишь, я вешу вот 100 килограмм, и я форме. Ну, а для сушки, как мы сейчас говорили, для сушки нужно подкорректировать режим, так же работать. Я думаю, вполне я могу создать коммун-конкуренции. Кайф. Друзья, видите, у Салима горят глаза, видно то, что он любит это дело и готов выйти на сцену, дальше продолжать выступать, радовать фанатов бодибилдинга. Давайте поддержим Салима, напишем в комментариях, Салим, let's go, и набросаем огонько. Когда Салим будет читать эти комментарии, он будет видеть то, что людям это интересно, люди хотят видеть его на сцену. Возможно, вот эта ваша поддержка даст именно тот пинок, который сейчас не хватает, чтобы он уже определился и начал подготовку. Меня твои слова замотивировали. Если еще ребята огоньки там набросают и скажут, let's go, я дай бог. Друзья, вы все слышали, давайте поддержим Салима, поддержим наш проект. Если вам нравится то, что мы делаем, нам будет приятно. Любая ваша поддержка. Поэтому, друзья, максимальная поддержка, чтобы мы понимали, что все это мы делаем не зря. Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Как ты думаешь, где будет бодибилдинг через 5 лет? Как ты это видишь? В нашей стране? Да. Не, ну если в федерацию вкладываться, ну в плане спортсменов, постоянно их вывозить на соревнования, чтобы они набирали опыт, я думаю, у нас будет на высшем уровне. Через 5 лет мой хороший результат покажем. Думаешь, бодибилдинг будет на высшем уровне и будут такие же результаты, как сделали мы? Будет больше чемпионов мира, чемпионов Азии, чемпионов Арнольд Класси, так и так далее. Да, все во что встает? Финансировать. Спонсировать. 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 Нам нужно спортсменов спонсировать. А если будет продолжать все так, как есть, вот допустим, в этом году никто на одной классике не полетел. Да, я тоже заметил, что я наблюдаю, смотрю, в этом году никого не было. Причина все-таки в финансах. Нам нужны финансы, нам нужны спонсоры для спортсменов. Это мотивация, потому что мы очень много вкладываем. Ну ты первый человек, который ответил, что у нас будет развитие очень хорошее и результат тоже будет выше, потому что до тебя все спортсмены, которые приходили, когда я задавал аналогичный вопрос, они все говорили, что мы все тонем. Если будет продолжаться такое в развитии, как сейчас, то что через пять лет мы точно потоним, а лучше не станем. У нас развитие не будет. То есть будут все заниматься для себя, но уже выступать на мировой арене, поднимать наш флаг, ну будет это очень сложно. Это будет, может, единичные случаи будут, у кого есть возможность. То есть даже если это будет не федерация помогать, а кто-то там друг, брат, я не знаю, свап, без разницы. И останутся мало спортсменов, кто будет выступать, потому что они же понимают, что это все стоит денег, очень много денег. Не раз мне приходили спортсмены и спрашивали, как совет, я не знаю, что делать, как делать, где найти помощь. Я говорю, ну, ребят, я уже не выступающий атлет, я сейчас не знаю, что происходит в федерации. Я наблюдаю, что спортсмены выступают. Ну, как они выступают, за чей счет выступают, я не знаю. Давай, давай, брат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Лучше твои показатели, силовые показатели Стали Маджураева. Жим лежа, лучше показать, остановая тяга и приседания. Приседание я делал в свое время максимально на 3,220. Здесь у вас на 3,220 приседания. Жим, но я 108 сделал, а так вот это 230, то что я получил травмы, это не считается. А чисто вот я, для меня показатели, как я считаю. Три подхода рабочим весом, то есть 10, 8 повторений. 180 это у меня было. Надеюсь, это раз. Да, 8-10 повторений, три подхода. Отлично. Становая, не, ну, становая я делал и 200 с чем-то, я точно не помню. Помню, что без лямок, с пола, классические, становая. Меня сам Хамза учил, подготавливал, вот, гонял. Это было без лямок, 190 килограмм на 6 раз. Вот, а потом с лямками я уже делал за 200, 210-10 раз. Брат, пару советов тем, кто только хочет стать на путь бодибилдинга. Пару советов начинающим бодибилдерам, прям в камеру. Ну, во-первых, молодым ребятам не надо гнаться за весами. Выберите себе хорошего наставника, слушайтесь. Не нужно себе там что-то накручивать, придумывать и смотреть YouTube, где там ребята тренируются, поднимают большие веса. Мы не знаем, что они делают, они не знают, как вы живете, плов они не едят. Поэтому, ребята, самый лучший вариант найти хороший зал, выбрать хорошего наставника, питаться, спать. Еще раз говорю, молодые, не гонитесь за весами и за препаратами, там, стероиды и так далее. Кушайте. У нас богатая страна, едой. Мы все можем себе позволить. Пожалуйста, добавки на сегодняшний день есть, они не совсем дорогие. Пожалуйста, тренируйтесь, держитесь своей цели, выступайте. Мы, наоборот, будем рады, что у нас новые спортсмены, молодые на сцене будут. Мы вам поможем, поддержим. Присоединяйтесь к нам. Что нужно делать, чтобы стать мастером в своем деле? Нужно поставить цель, добиться и придерживаться своих целей. То есть, если ты спортсмен, если ты уже ушел со сцены, скажем, как я, да, ушел, но я все равно изучаю бодибилдинг по-новому. Я развиваюсь и стараюсь передать свои навыки, свой опыт кому-либо, кто у меня занимается. Понятно. Салим хочет сказать, что мастерство достигают те, кто много практикуется. Опыт, опыт, еще раз опыт. Задавал ли ты себе когда-нибудь такой вопрос, кто я? Бывало. И какой приходит ответ? Ну, кто я? Ну, во-первых, ну, я задавал, да, себе вопросы. У меня были такие моменты. В стрессовых ситуациях, честно, я оставался один. Я садился в машину и уезжал в горы. Я задавал себе вопрос, кто я, зачем я и для чего я. Честно, да, вот. Разные у меня были ситуации, мысли разные были. Бывало такое. Ну, я себе так, отвечал себе на вопрос. Я состоявшийся человек. У меня есть дети. Я здесь для того, чтобы вырастить своих детей. Я нужен своей стране, я нужен своей семье, своим детям. И я нужен своим ученикам. Давай, смотри, грудь мы по твоей программе. Гебанули. Тринцепс, давай по моей. Канай? Да, без проблем. Салимом мы сейчас будем качать трицепс. Грудь мы сделали по его программе. Тринцепс будем делать по моей программе. Тоже так же, плюс-минус, 34 упражнения сделаем. И думаю, вам будет интересно. Оставайтесь с нами, продолжайте следить. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. Каким должен быть настоящий друг? Друг? Друг должен быть, во-первых, верным. Друг должен всегда, не то, чтобы приходить на помощь, не надо, не обязательно. Друг не должен приходить на помощь, если не позволяет там какой-то возможности. Но друг должен всегда поддержать добрым словом. Потому что у нас есть друзья, которых уже в нашей стране нету. Например, уехали, но он до сих пор друг. Друг не тот, который рядом с тобой постоянно ходит. Ты не можешь сказать, ну, он просто быть товарищем. Он может быть просто партнером. Он может быть с тобой пойти поужинать, позавтракать, пообедать, пообщаться. Но друг, как говорится, познается в беде, да? Вот. Поэтому у меня есть друзья, реально друзья, которые живут в других странах. И мы месяц раз переписываемся, но ты чувствуешь это тепло. Ты переписываешься, общаешься. Ну, у меня здесь тоже есть друзья, близкие. У меня есть, из моих учеников есть друзья. Когда их немного, но меня они окружают, они мне помогают. Они очень мне много помогли, когда я заболел, когда у меня были проблемы. Меня очень много поддержали, честно сказать, и финансово, и звонками, хорошими врачами. Я очень много за тот период понял, что они мне друзья. Они не то, что они там, у них есть статус, деньги. Они беспокоятся за меня, это друг. Это друг. Настоящий друг, тот, кто переживает, беспокоится. Переживает, забота, беспокойство, это друг. У тебя много друзей? Настоящих? Мало. Можешь воспользоваться моментом и передать им привет прямо в камеру. Поименно я не буду говорить, но всем моим друзьям привет. Я вас очень люблю, уважаю. А ты сам хороший друг? Ну, я не знаю. Но я не могу сам себе сказать, я хороший друг или кто-то должен про меня сказать, наверное. Я умею дружить. Я очень, даже есть люди, я имен называть не буду, ну, вы тоже знаете их, но как бы там ни было, чтобы меня подводили, обижали словами. Это, я обижался, честно. Друг, если ты считаешь, что он твой друг, ты обидишься, потому что на простого человека ты не можешь обидеться, он тебе никто. Вот это его слова тебе никак не заденут. У меня было такое, что, да, мне были, поступки были обидны. Я ему высказать или морду набить не могу, просто сделаю вывод и буду знать, что в какой-то момент он может меня кинуть, либо он может меня подвести. Я делаю свои выводы. Но все равно, когда меня спрашивают, вот такой-то вот ты его считаешь другом, я говорю, ну, я считаю его другом. Да, я как друг, я его поддерживаю, но он меня никак не поддерживал, наоборот, говорил какие-то там всякие небылицы. Понятненько. Такие дела, друзья, мы, чтобы совсем сильно не оставать, продолжим, так как я говорил, то, что 30 мы будем качать по моей программе. Насколько я знаю, Сальни вчера не тренировался, у него силы много, так что он смело вывезет мою программу, потому что там не будет ничего сложного, и между подходами мы также будем продолжать общаться, надеюсь, что вам интересно. Перу. Да, это по 5 витрата, это очень легко. Мне тяжело поднимать, нельзя. А то я вот полтоцик подниму. Глаза боят, руки делают, первое упражнение базовое. Цага блока на кроссовере. Поехали, друзья. 4 подхода по 15 раз. Ого, ты посмотри на свои трицепсы, брат. А это не настоящие? Не настоящие. Изи. Рош. Техника идеальна. Мне прям нравится. Ну да, по 15, брат. По-моему, 10 сделал. 11, 12, 13, 14, 15. Красавчик. Я немножко подостыл, поэтому я сразу сделаю. У меня техника взрывная, если вы обратили внимание, я постоянно все делаю быстрым темпом. Мне так удобно, мне так комфортно. Каждый делает так, как ему удобно. И я вам советую делать так, как вам удобно. Не обязательно делать так, как делаю я. Мне так больше нравится, я так больше чувствую. Поэтому у меня такая специфическая программа, специфическое исполнение упражнений. Вы можете делать медленно, можете делать быстро. Самое главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса. В конечном итоге все приходит к тому, чтобы получать удовольствие от того, что вы делаете. Так делает только Миша и Ронь Колман. Да. Моя техника немножко другая. Я вот с паузой делаю. Так делает только я и Майкл Джексон. Красавчик. Еба. Изи. О чем ты мечтаешь больше всего? Больше всего я мечтаю. Честно. Поехать в Америку. Поехать в Америку, где твоя мечта? Да. Сама большая. Я уже недавно тоже был в посольстве. Сделали документы, все, хорошее письмо. Но я мечтаю не то, что... Когда-то я мечтал переехать. Переехать. И сейчас я об этом не мечтаю. Не знаю, я нашел себя здесь, по-моему, я уже... Я просто сейчас, у меня есть время и возможности, я путешествую, отдыхаю, езжу, работаю. Но я мечтаю поехать в Америку, честно. Мечтаю. Вот я последний твой выпуск в Америке смотрел. Мне было приятно за тебя. Мне тоже хочется приехать, посмотреть, поздороваться, пожать руку. Оно шло с ней. Через меня. Да, ты через задорую, пожать руку. Поэтому, ну, я мечтаю поехать, посмотреть, прогуляться. Но я думаю, что может не время, может быть неподходящий момент на всю волю Аллаха. Поэтому я... Сейчас документы ты сдал, получается, и ждешь? Нет, мне уже сделали отказ. Отказ я буду подавать, ну, может быть, осенью еще. Сдали совет, еще попробовать осенью. Ну, я искренне желаю, чтобы твоя мечта обязательно сбылась, брат. Я хочу посыпать тебе соль на рану. Я вчера получил визу, бля. Я видел. Да, вчера вот я обновил. И вот в вашем будущем планирую уже ехать и добивать то, что не доделал в прошлом году. Дойти до натурального издания. Желаю удачи. Спасибо, брат. Молодец, большой молодец. Стараюсь. Но я завидую. Вот ты получил визу. Честно, я завидую именно белой зависти. Я, наоборот, восхищаюсь людьми, которым дает возможность наш Всевышний. Значит, это твое время. Значит, ты себя там найдешь. Нашел, ты вот уже съездил, нашел. Я вот желаю удачи, чтобы ты реально там поднялся, поддержал наш флаг. Пусть, не знаю, будет тебе что-то за это от нашей стороны или не будет. Главное, для себя. Спасибо, брат. Амин. Дай бог, чтобы было именно так, как ты говоришь. Дай бог, чтобы у нас все наши мечты обязательно сбывались. Чтобы не оставать, друзья, мы будем продолжать. Дай бог, чтобы Салим осенью получил визу в Америку. И на натуральный мистер Олимпии, который будет проходить именно осенью в Лас-Вегасе, оказался вместе со мной именно там. Это было бы вообще супер. До голоса. Работа. Бум. давай 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 все начать поработать тоже надо и поговорить и поработать за тобой чтобы не остывать сегодня в зале чуть прохладно просто на улице погода сегодня холодная а мы в маечках до мышцы должны быть теплее чтобы не остывать чтобы не травмироваться обычно конечно я знаю что ну у всех я думаю что целенаправленная тренировка она не занимает болтовней да я одеваю наушник надо я стараюсь его в этот момент не было учеников бывает по-разному уже мне ученики привыкли я ни с кем не разговаривать то есть но у меня изначально всегда такая была постановка тренировок я не люблю с кем-то разговаривать то есть у меня цель 40 минут на 3 на самом деле друзья да так есть когда мы тренируемся мы делаем все очень быстро и стараемся отдыхать минимум между пособием 30 секунд максимум минута но сегодня у нас стель немножко пообщаться немножко пофилософствовать чтобы вам было интересно чтобы вам не было скучно наша цель сегодня как можно больше затронуть разных аспектов жизни и раскрыть человека не просто как качка как будет билдера а как личность мощь 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 машина хорошая вода удобная баклажка очень мягкая очень вкусная и витаспорт всем рекомендую вот реклама вкусная вода действительно удобно твой самый большой страх чего ты боишься больше всего это обязательно можете не отвечать в любом случае у нас уже страх есть страх есть недавно я с этим столкнулся я просто не буду это говорить но меня есть страх покинуть этот мир я может не выдела мне покинуть этот мир не закончив что-то не успеть да наверно будем делать мы махим наклоне и сразу будем делать отжимания слов повторений 15-15 сразу пустым хватом с акцентом на приступе нажимать я не могу это по моему твоя вода рож Продолжение следует... Амир Тимур как-то сказал? Сила справедливости для тебя. Сила в чем? Сила справедливости. Я поддерживаю тебя тоже. Справедливость. Я люблю справедливость. Я сам человек справедливый. И знак зодиака у меня. Весы. Они любят справедливость. Я очень много сталкиваюсь на работе у себя. Я не отчитываю своих ребят. Я пытаюсь донести. И они говорят, ты злой. Я говорю, я не злой. Я справедливый. Я просто хочу вам объяснить, что вот это или вот это вам вредит вашему здоровью. Вы думаете, что вы взрослый и вы все знаете? Нет. Мы учимся. Мы каждый раз с этим сталкиваемся. Я вам хочу донести. Это не справедливость. Справедливость. Ну, проходит какое-то время, там, недели-две, они осознают, и понимают, и подходят, и говорят, ладно, говорит, сенсей, мы где-нибудь, где-то ошиблись. Ты справедливо нас ругаешь. Я просто всегда люблю справедливость. Если я что-то, если я сам считаю, что я где-то неправ, когда бывает на эмоциях, там, потом по слонечку переосмыслишь, подходишь и говоришь, окей, я извиняюсь, вот здесь я был неправ, я извиняюсь. Люди по разуму отвечают. Кто-то отвечает, сила в деньгах, кто-то отвечает, сила в правде, кто-то отвечает, сила в терпении. Для тебя, как я понял, сила тоже справедливость. Ты такой же, как и Амир Тимур. Красавчик. Друзья, у меня второй подход. Мощный тридцепс. Мне уже таких размеров не достиг. Да, у тебя больше банки, чем у меня, брат. У меня просто бисус выделяется чуть-чуть. Let's go, champ. Изи, брат, изи. Красавчик. Изи, изи. Let's go. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, еще пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Кайф. Что для тебя означает слово счастье? И что делает тебя счастливым? Счастье? Счастье для меня, что я, честно, да? Это, я сейчас из того варианта, то, что я переосмыслил жизнь. Честно. Раньше я не понимал, что такое счастье. Я задавал себе вопрос, ты счастливый или нет, было такое у меня. Я часто с собой, сам с собой разговариваю. Я вот за короткое время, за пару лет, скажем так, год-полтора, я понял, что такое счастье. Честно, счастье для меня. Я просыпаюсь, да? Я стал просыпаться, вот когда я просыпаюсь, я смотрю на себя в зеркало и говорю, «Алхаммаду ли меня, я счастливый, я проснулся». Слава Аллаху, что у меня есть цель, у меня есть работа, у меня есть дети, и у меня есть родители, и они живы. И я счастливый. Я не считаю счастьем, что у меня есть машина, квартира, тогда, честно, деньги. Я то, что я вижу, как я делаю людям добро, я счастливый. Я прихожу домой, у меня есть папа, мама, и они улыбаются. Я счастливый. Я вижу, хоть и не так часто детей, но субботу, воскресенье, воскресный папа, да? Ну, наверное, все видят, как я с детьми общаюсь, как я гуляю, общаюсь там, что-то делаю. Они счастливы, и я счастлив. Честно, вот я, я на сегодня, я, честно, даже приехал с опозданием сюда, и я счастлив. Серьезно, Миша, я счастлив. Что-то для меня, что-то новое, я счастлив. Что бы там ни случилось, я смотрю немножко по-другому. И анализирую. Я же счастлив. Я счастлив, что это произошло. Даже когда мне не дали визу, у меня что-то открылось новое. Новое. Я не буду говорить, что. Я просто анализирую. Это я тебе говорю, вот переосмыслив жизнь, немножко ты по-другому смотришь на жизнь. По-другому на все ситуации. На все ситуации, да, ты смотришь так. Если бы вот это получилось, то вот этого бы не было. Но тебе же от этого кайфово, значит, тебе это приносит счастье. Я так скажу, ну, не получилось с визой. Да, мечта есть. Я буду счастлив, конечно, если я попаду в Америку. Я поеду, посмотрю, я буду счастлив. Но все, что не происходит, либо происходит, оно приносит счастье. Поэтому я очень счастлив. Спасибо тебе. Вот это вообще вопрос бомба. Я вижу искренность твою. Спасибо тебе за это. Я вижу энергию в твоих глазах, в каждом твоем слове. И с одним на самом деле прав. Счастливый человек это тот, у кого жили родители и есть дети. Это вот самое первое счастье. И счастливый человек, конечно, тот, который утром проснулся, у него нигде ничего не болит, он здоров, у него есть чем заниматься, что есть, что пить, где жить. Я сам счастливый человек. Счастье, оно кроется в таких мелочах. Поэтому мы в этой жизни, в этом мире для того, чтобы быть счастливыми и делать счастливыми окружающих. Как Салим сказал, делать больше добра. Потому что с собой мы заберем только наш опыт, наше деяние. Хороший опыт и плохой опыт. И в конечном итоге будет решать, какой опыт перевесит. Какой опыт перевесит, туда мы и пойдем. Поэтому, друзья, делайте больше добра и добро вам вернется. Потому что во всех священных книгах написано, что ты пожелаешь своему ближнему, и то тебе в десятикратном размере вернется. Поэтому делайте счастливым окружающих и сами будете счастливы. У меня третий подход, друзья. Да, в нашем мире говна много. Поэтому делать хочется больше добра. Да, во всем нужно искать, конечно, положительное. Даже в тех ситуациях, когда что-то не получается, даже в этом есть какая-то мудрость. Поэтому все, что не делайте, делайте все к лучшему. Я с тобой полностью согласен. My friend. Так. Третий подход. Блин, вода действительно вкусная, а? Водичка супер. Она очень легкая и очень мягкая. Очень легкая и очень мягкая. Она надоедает. Поехали, champ. Йоп. Хорош. Йоба. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Отлично. Четыре. Хорош. Блин. Передняя дельта дает о себе знать. Три, пять, шесть. Субтитры сделал DimaTorzok Давай, брат Давай, брат На самом деле очень разбились На каждую венку вижу Красавчик Держи пятерку Друзья, надеюсь вам Очень интересно Если ты досмотрел до этого момента Ты красавчик Ты наш человек Поставь лайк Напиши комментарий И не забудь подписаться Как ты считаешь В чем заключается Миссия человека В этой жизни Вот я считаю Что миссия человека Заключается в том Чтобы мы Создали лучшую версию себя Максимально приблизились К пророкам Вот Я считаю Что миссия Создать лучшую версию себя Максимально приблизиться К пророку И весь свой жизненный опыт Передать Богу Как ты считаешь В чем миссия человека В этой жизни Ну Я не знаю У тебя Миссия Ну Такими словами Я об этом не думал Но Моя миссия Быть полезным На сегодняшний день Даже Оставить за собой Только самое хорошее Чтобы люди Знали Понимали Что этот человек Был Добрым Позитивным Добро внес Да Людям Какой-то совет Или Ну Оставил за собой Скажем Хорошее Пятно У каждого человека В каждом сердце След Добрый Я считаю Ну Миссия такая Может быть У меня такая Ну Я хочу За собой Оставить только хорошее Чтобы люди Знали Помнили Что Этот человек Принес Сюда пользу Сюда пользу Там добро Там радость Ну И так далее Понятно После себя Оставить Добрый след Чтобы люди Вспоминая Тебя Твоё имя Помнили Да О тебе Как о светлом О добром человеке И я Конечно Был Хочу Все Передать Своим Детям Передать Чтобы они Вот Они у меня Как правильно Воспитываются Можно потише Пожалуйста Не слышно Здесь Они Воспитать В них Частичку себя Частичку Чтобы Передалось По-любому Детей Ты не воспитаешь Так Как ты хочешь Или Подобие Себя Ты не сделаешь По-любому Ну частичку Вот этого Добра Позитива Всегда Чтобы Чтобы Правильно Мыслил Правильно Делал Подход К жизни Чтобы Меньше Они старались Ошибаться Но они Должны Ошибаться Без ошибок Жизнь Такая штука Что без ошибок Ты никуда Не денешься Поэтому Ну такая Миссия У меня 10 Раз Два Три Дыши Четыре Пять Половинку Сбросил Брат Можешь взять Свой телефон В руки Да Возьми пожалуйста Как часто Ты звонишь Своей маме И говоришь Что ты ее любишь Опа Ну я звоню Она недавно У меня как раз Пару дней назад Прилетела Я ее 3 месяца Не видел И вот Встретили Папа встретил Я прямиком После работы Приехал Мы пообщались Очень соскучился Позвони Прямо сейчас И скажи Что ты ее любишь Хочу посмотреть На ее реакцию Сейчас Идем поближе Не слышит она иногда Но я могу позвонить Папе Папе тоже хорошо Наверное маме Говорит больше То что ее любит Чем папе Папе наверное Вообще Редко об этом Говорит Сейчас мы Посмотрим Реакцию Папы А папе тоже Скажешь А просто скажи Что ты его любишь Ассаламу алейкум Папа как дела Что вы не берете трубку Мама рядом Да А вы на громкую связь Поставьте Поставили Мама ты меня слышишь Привет Я тебя люблю И люблю Папу Ничего не случилось Просто тебе неприятно Услышать Что вас Любят Я просто на передаче Что где когда Я потом тебе Видео покажу Ладно Давайте Люблю Целую В первую очередь Что случилось Вот брат Я тебе до этого Говорил Какие топ 3 Привычки Сделал тоже Это себе Привычкой Почаще звоним Своим родителям Потом это все Мы теплые Души Сегодня мы Завтра Нас нет Поэтому Чем чаще Ты будешь Об этом Говорить Тем чаще Твои дети Будут Говорить Тебе Об этом Друзья Вот такие вот дела Чаще звонить Своим родителям Говорите То что вы их любите Им будет Очень приятно Я уверен У меня Четвертый подход Заключительный Сегодня Да Немножко Вот такой Вот у нас Контент Немножко Душевный Местами Душпораздирающий Но И смысл Моего проекта Заключается Именно в этом Чтобы раскрыть Человека Как личность А не просто Показать его Как спортсмена У тебя Вопросы Прям В душу Проникает Ну действительно Где Ты можешь Так Себя проявить Честно Да Вот Честно Спасибо Да Вот То что ты Пригласил Ну я Ожидал Какой нибудь Более Более Тему Более Спортивную Но Здесь Ты понимаешь Есть большие Плюсы То что Такие вопросы Наводящие Где-то Задевает За живое Где-то В прошлом В прошлой Жизни В прошлом Там В каких-то Ситуациях И человек Он Раскрывается Ну может быть Я честно Сказать На все Сто Я не Раскрылся Есть Кое-какие Моменты Я тебе Говорил Но Я сейчас Вот Даже Вот эта Ситуация Хотя Я маме Сегодня Уже Звонил Да Ну я Я не говорил Что Я ее Люблю Просто Узнать Как Все В порядке Недавно Пролетело Но Вот Эта Ситуация Аж Честно Сказать Я чуть-чуть Прослезился У меня Прям Момент Неожиданность Неожиданная Но Приятно И Им И мне Тебе нравится Вообще Классно Спасибо Я рад Если я Где-то Заплакал За три Все мы Люди У всех У нас Есть Эмоции У всех У нас Есть Прошлый Опыт Конечно Когда мы Возвращаемся Вспоминаем Какие-то Моменты Из жизни Бывает Нахлынут Эмоции И Трудно Задержать Себе Вот так Давай Хорош Четвертое упражнение Я всегда заканчиваю веревкой Потому что мы уже В предыдущих упражнениях Закачали максимально кровь в трицепс А здесь Наша цель Изоляции Максимально проработать Свои Трицепсы Добить Да Мархоматка Говорит Нет Я уже Подустал Честно Вот это вот Трицепс Сколько мяса Там Давай 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 Красавчик Ух Машина Сейчас мы его еще разденем Попробуем Да, какой разденем Что там показывать Все показать, брат Есть в себе порох Попробуем 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 все пять лет скилл чем 345 хорошо 14 и чтобы ты сделал сегодня если бы это был твой последний день на земле чтобы я делал сегодня знал что это твой последний день на земле я бы наверное объездил всех своих близких всех бы собрал всех людей провела с ними время со своими близкими тех но ты умеешь я вот утром проснулся я знаю что вот на завтра у меня последний день все чтобы конечно я бы провел время с ними самым близкими сделать видео как у него завтра именно это просто советую пятница но завтра я не сделаю я сделаю это субботу мы не знаем нас есть суббота или но до 4 у меня третий подход прошла у меня суббота как раз мы собираемся как детьми собачки там со всеми да друзья всем советую проводить больше время с теми кого вы любите самое ценное что у нас есть ценное время не знаем когда она придет и закончится проснемся ли мы завтра либо нет все зависит от аллаха это неоспоримый факт выбрать хорош вот какая моя вода вот это да да друзья у меня заключительный подход четвертый я заканчиваю умеет вкусом я смотрел антон пиров но у меня такая мелькнула мысля но это все старенький бодибилдеры то есть но не возраста я имею ввиду а вот кто вообще начинал с кем он такое ностальгия у меня нахлынуло я вот думаю как-нибудь может собраться пообщаться вместе не обязательно тренироваться просто собраться деньги поужинать вспомнить но у всех разные сейчас отношения у меня со всеми нормальные отношения но есть че вспомнить хорошая идея полностью поддерживает согласен давай сделаем одну группу телеграме соберемся напишем кто будет за определился время забудет я ощущаю как из передачи тачка на прокачку прокачался вот так вот, друзья, мы здесь прокачиваем не только тело, мы прокачиваем и душу потому что тело и душа, они взаимосвязаны и нужно научиться слышать и слушать свой внутренний голос чувствовать свои чувства и тогда быть как и нянь одним целым вот, друзья, наша тренировка подошла к концу надеюсь, вы не заскучали брат, пару пожеланий тем, кто нас смотрит желаю всем здоровым ставить перед собой цели берегите близких, обнимайте своих родных, радуйте достигайте своих целей, будьте счастливы всем успехов и на этой доброй ноте мы закончим нашу съемку спасибо тебе, брат, то, что пришел рад был тебя видеть, приятно было с тобой пообщаться я искренне желаю, чтобы у тебя все было хорошо взаимно и дай бог, чтобы в этом году на Олимпию мы тоже были вместе подогладываться все всем спасибо, друзья пока 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 пока